Домашний арест Серегжана Беляшулы, занимавшегося последние два года защитой родных заключенных казахов, переселившихся из Восточного Туркестана в Республику Казахстан, продлен еще на месяц. Многократное решение суда продлить арест Серегжана, несмотря на отсутствие доказательств, вызвало недовольство мирового сообщества. Представители уйгурских общественных организаций, ведущие свою деятельность в Европе, посетили информационный центр Восточного Туркестана. Члены Республиканской партии Восточного Туркестана, прибывшие из Бельгии и Голландии, провели встречу с главой информационного центра, который расположен в немецком городе Дюйсбург. Гости выразили свою благодарность Абдужалилу Каракашу за его вклад в общее дело и подчеркнули, что готовы идти по этому пути вместе с информационным центром. Поставка вооружения в Тайвань, одобренная правительством Трампа, привела к очередному накалу обстановки между США и Китаем. США поставит в Тайвань танки Абрамс 108 модели и 250 ракет Стингер. Примечательно, что данное решение было принято в момент переговоров США и Китая для решения торгового кризиса. Стало известно, что требование о поставке обоих типов вооружения поступило из Тайваня. Вопрос о том, где будут установлены зенитно-ракетные комплексы С-400, поставка которых начнется в ближайшие дни, остается в секрете. Ранее поступали сообщения о том, что две батареи С-400 установят в Анкаре. Однако информационное агентство Демир Орен сообщило, что после детального исследования было принято решение установить одну батарею зенитно-ракетного комплекса в районе города Шан-Лурфа, расположенном в центральном отрезке турецко-сирийской границы, протяженность которой составляет 911 километров. Вторую батарею установят либо в городе Мирсин, или же в Хаттае. Корабль, подаренный Шри-Ланке китайским военно-морским флотом, прибыл в столичный порт Коломбо. Для встречи фрегаты была организована пышная церемония. Выступивший с речью заместитель главнокомандующего военно-морским флотом Шри-Ланки, выразил свою благодарность Китаю и заявил, что будет считать подарок знаком дружбы двух государств.